добрый день уважаемые подписчики сегодня у меня автомобиль land rover discovery 4 2011 года выпуска двигатель 2 и 7 турбодизель автомат полный привод пробег на автомобиле 142 тысячи километров заменен на нем в баке разъемы у меня есть видео где даче указатель топлива меня подвел и встал посредине города нашел топикс оказывается на этих годах что discovery что вог что и вог что спорт вот именно с 10 по 12 год у них у всех возникает в определенный момент проблема по указателю топлива сначала заказал два датчика их здесь стоит в баке 2 а потом нашел топикс топикс подразумевает а при обрезании этих разъемов на указатель на датчик указателя топлива и соединение их напрямую заказал в оригинале один конвектор который предусмотрен но я буду устанавливать не его а установлю другую обжимку поднимаю автомобиль и приступаю к съему бака поднял автомобиль вот по правой стороне у нас под полом находится бак вот такой вот он длинный плоский но длинный насколько я узнал объем бака 90 литров снимать его в принципе особой сложности нет тем более на подъемнике снимаю вот этот теплозащитный экран откручиваю гайки откручиваю болты убираю его в сторону после этого откручу горловину заливную ну и там дальше уже пойдем по пунктам головка на 10 длинный плоскость КОНЕЦ 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 Экран снял Пять точек крепления откручиваю заливную горловину Смотрите продолжение в следующей серии Горловину я снял Пластиковая муфта снимается легко В принципе вот теперь из бака можно даже остатки соляры откачать Чтобы легче было снимать Что я наверное частично и сделаю Хоть у меня там остаток и небольшой По баку сейчас показывает 3 четверти бака Практически полный А по моим расчетам в баке остаться где-то должно литров 10-15 Не больше Хотя с другой стороны не буду я ничего сливать Сниму его так, опущу, а потом посмотрю сколько топлива в баке Без экспериментов Ставлю гидростойку и откручиваю крепление бака спереди и сзади Гидростойку я поставил Теперь откручиваю по очереди все крепления Головка на 13 Ух, там грязь я найду, думаю ЛИРИЧЕСКАЯ 3 4 6 6 7 7 9 7 10 9 10 10 ну вроде бы я все крепления открутил 5 с этой стороны у нас есть шестое крепление я его не увидел снимаю с кронштейна сторону теперь потихонечку при опускаю бак не при опускаю еще нужно убрать мешающие вещи откручиваю гайка на 10 и и и и КОНЕЦ КОНЕЦ И уберу так сюда. КОНЕЦ Так, бак приопустил. Приопустил его прилично. Вот здесь смотрю трубки, которые у нас подходят к топливному фильтру. Их отключу. Трос я с кронштейнов, вот с пластиковых, поскидывал. И также сейчас отключу проводку. Сниму через зеркало это, постараюсь все показать. Здесь у меня еще позволяет маленько приопустить. И еще приопускаю. Скидываю вот эту клипсу. С проводкой, которая... Дальше до разъема доберусь. А сейчас хочу еще снять вот эту защиту коробки. Здесь вообще шесть болтов крепления должно быть. Но вот здесь по бокам ребята-мастера, кто делал, упростили и отставили только четыре болта. Того оirimяка. Того окастет! Сочки-пу-рышку. Того окастет! Т pros на стену! для чего я открутил снимая тепловой экран и чтобы мне разъем один отключить с топливопровода 3 болта головка на 10 топливный фильтр я еще не менял чуть чуть попозже приобрету и поменяю его тоже на новый не знаю когда он менялся и вот этот разъем я снимаю сейчас камеру повыше подниму света добавлю вот такими зажимами зажимая разъем с двух сторон нажимаю фиксаторы и стягиваю его со штуцера немного позабились грязью все разъемы брызну силиконом я уже и так и эдак не могу я снять вот этот разъем и вот этот разъем эти разъемы которые идут на двигатель и обратка я оба снял сейчас откручиваю топливный фильтр вместе с кронштейном и вместе с баком его сниму потом уже разъединю смажу почищу быстрее всего грязью там забилось все и не могу снять ну резать трубки я не хочу поэтому снимаю вместе с кронштейном фильтр для этого я здесь открутил вот болт и вот болт сдвигаем фильтр в бок скоба такая держит его в бок его сдвинул и здесь уже могу его столкнуть на бак все единственное сейчас разомкну разъем и также сниму это мотор на вебаста шланг подачи с бака на моторчик грязный пыльный по колено вот здесь вот немножко придется повозиться только через зеркало потом вот этот разъем электрический у него фиксатор сделан очень интересно я вот таким крючком снизу вот здесь вот получается подвес вот так вот фиксатор оттянул и снял разъем вот он разъем а вот он фиксатор который я оттягивал также можно вот увидел сейчас отверстие сверху шилом вот через эту дырочку затолкать шило и отодвинуть я этого не видел поэтому мучился крючком вот эту трубку вентиляции нажимаю по бокам вот нажали и тоже ее сняли все в принципе у меня проводка трубка все снято сейчас есть сбоку снимаю трубку и опускаю бак фильтр топливный снял вот так он выглядит а трубки сбоку вот эти вот фиксаторы останется на машине вот бак я и снял вот такие вот открылись просторы вот и сам бак сейчас заткнул отверстие вокруг все вычищая и потом уже поверну гайку топливный фильтр который я не мог снять вот Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. Ну, в принципе, с трубками все. Так вот почистил, обдул. Открываю. Ключа большого такого нет у меня. Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Разъемы разъединяю. Продолжение следует... 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 Здесь резиновые перчатки одену.